А теперь то самое видео, которое просто открывает глаза. Видео выступления, которое банкиры не хотят слушать. А вы слушайте внимательно. Что ж, мистер президент, боюсь мне снова предстоит повторять старую пластинку, что я и делаю уже не первый год. Но суть в том, что, как я думаю, вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Это не мистические силы и не природный катаклизм типа цунами. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. В придачу мы имеем и моральные риски из политической сферы, причем очень значительные. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Центральные банки снижают размер процентных ставок, а значит мы не видим реальной ценности денег. И они еще смеют обвинять реальные розничные банки в манипуляциях ставками Либор. Степень нахальства просто поражает. Это центральные банки. Центральные банки-комиссары манипулируют процентными ставками. И вишенкой этого кулинарного изделия становится отсутствие нормальных депозитных гарантий. Поэтому, когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Поймите, этот человек работает в европейском парламенте. И он говорит, что нужно посадить всех банкиров, центральных банков. Это же круто! Ведь мы приближаемся к тому моменту, когда люди поймут, наконец, насколько биткоин хорош. Они, наконец, поймут, что биткоин может нас спасти. Спасти нас от рабства, в которых нас держат центральные банки. И продолжается это рабство уже слишком долго. Американские банки могут быть уверены, что банки системы безопасности. Волонтарили ликвидate Silvergate Bank. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shock. Another bank just shut down. Регулатурс today abruptly closed Signature Bank. First Republic Bank. First Republic down 75% over the past three days. The biggest banks in this country collectively lost more than $50 billion in one day. That makes the second biggest bank failure in the history of this country. Let me explain something to you right now. Okay, here's a $10 bill. This is garbage. This is garbage. Euros are going to zero. The yen's going to zero. The Chinese currency's going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. If you don't understand that yet, you're going to be impoverished. You're going to be on the street. You're going to be begging. You're going to be out of business. You're going to be toast.